Всем привет, друзья! С вами снова Аквамэн, и сегодня будет нечто колоссальное, что-то мощное и действительно сравнительное. В рамках рубрики «Сравнище» мы, наконец, добрались до различных фирм различных удобрений. И сегодня у нас будет три фирмы и один самомес. Первая фирма, если я правильно прочитал, называется «Владокс». Здесь у нас и микро, и макро в одном флаконе. Стоимость одного миллилитра такого удобрения в среднем один рубль, и нужно этого удобрения ежедневно вносить в количестве один миллилитр на сто литров аквариумной воды. Я все нормы внесения буду пересчитывать на сто литров аквариумной воды для того, чтобы было проще соотносить. Я также хочу огромное спасибо сказать подписчику или подписчице, которая или которой задонатил, потому что этот донат ушел на покупку части сегодняшних удобрений. Если это направление вам интересно и вы как-то хотите его поддержать, ссылки я оставлю в описании. Итак, мы двигаемся потихоньку дальше. «Владокс» — не особо старая фирма. Не в каждом магазине встречаются удобрения данной фирмы. Плюсом этого формата является то, что здесь микро и макро у нас в одном флаконе, и в то же время это минус. Потому что если мне как-то нужно откорректировать количество микро или, допустим, больше макро добавлять, то я этого сделать не смогу. Упаковка представляет собой бутылочку, никак не закупоренную, то есть я могу открыть, слить, отпить, налить чего-нибудь другого и обратно поставить. Удобрение выглядит следующим образом, то есть это жижа буроватого цвета. Они, кстати сказать, в разном литраже бывают эти удобрения. Дальше вторая фирма, малоизвестная. Продакт. Я, честно сказать, вообще не сталкивался с удобрениями данной фирмы. Выглядит оно как какой-то, наверное, дезодорант, что ли. В общем-то, плюсом, наверное, или фишкой этого удобрения является то, что сделано оно в Италии. Несмотря на то, что большая часть надписей на упаковке на русском языке. Удобрение здесь у нас и микро, и макро в одном флаконе. Стоимость одного миллилитра данного удобрения в среднем 2 рубля. Причем, обратите внимание, друзья, это удобрение способствует не только пышному росту растения, а также лечит растения, укрепляет слабые растения и предупреждает ослабление растений. Мощно, 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 кстати сказать. Внизу вы можете посмотреть, что реально изготовлено в Италии. Это удобрение нужно вносить каждый день в районе 3,5 миллилитров на 100 литров аквариумной воды. В принципе, довольно интересный формат, довольно интересный изготовитель. Также хочу сказать, что в зависимости от условий, рекомендуемые дозы, в принципе, любых удобрений, они могут корректироваться. То есть, нужно некоторых удобрений добавлять больше, чем написано. Если у вас какие-то супер-мега-оптимальные условия, и вы видите, что питания растениям не хватает. И в то же время, если у вас не особо быстрый травник, то дозу рекомендуемую можно уменьшить. Вскрываем. При вскрытии обнаруживается, что вскрытие произвести не так-то уж и просто. Да, какая-то вот здесь у нас колпачкообразная конфигурация есть. Здесь уже более-менее запечатана эта упаковка. И да, вот этот вот колпачок, который слева лежит, он вообще ни к севу, ни к городу. То есть, он никак не защелкивается. Он вроде есть, и ладно. Удобрение само зеленого уже цвета. Не бурого цвета, как в прошлом случае было. Да, здесь у нас еще есть скрытый потенциал в недрах этой упаковки. Какое, спросите вы. На самом деле, вот та вот коробочка, тот колпачок, который я отстегнул, это не что иное, как мерный стаканчик. Но до него еще нужно добраться. И об этом еще нужно прочитать на упаковке. Вот здесь, обратите внимание, стоят засечки какие-то, которые указывают о необходимом количестве миллилитров. То есть, вы просто наливаете это удобрение в колпачок и можете потом в аквариум выливать без проблем. Но, да, вот такая вот интересная система. В то же время, как меньше этого удобрения налить, непонятно. И в то же время непонятно, для чего в маленькой упаковке зарисовку такую делать. Там, по-моему, 40 миллилитров, что ли, или сколько-то. Ну, вы сами видели, то есть, довольно-таки большой объем мерного колпачка. Следующая фирма, это легендарный Аквайр. Здесь у нас и микро, и макро. То есть, два бутылька по 60 миллилитров. В принципе, стоят они примерно одинаково. То есть, за один миллилитр нужно заплатить где-то 2 рубля. Естественно, чем больше вы покупаете, тем стоимость немножко становится меньше. По поводу нормы внесения, здесь 1,4 миллилитра на 100 литров аквариумной воды ежедневно. Очень много всяческой писанины. Я, насколько знаю, есть еще сайт у Аквайра. Мне хочу также сказать, что удобрения никакие не засылали. Это ни в коем разе не реклама. И целью этого эксперимента является сравнение фирменных удобрений, которые стоят, ну вот вы сами видите, 2 рубля за миллилитр. Это уже как бы многовато. Особенно, если у вас объем большой, аквариумный. Сравнение фирменных удобрений с самоместными удобрениями. Да, и впоследствии, если это направление, повторюсь, вам понравится, мы еще как-нибудь попытаемся и другие фирмы удобрений сравнить. По поводу сроков эксперимента. Изначально я планировал сделать месяц. О, смотрите, оно вообще-то синее. Изначально я планировал сделать месяц, но потом подумал, что для сравнения удобрений месяца будет маловато. Примерно курс возьмем на 100 дней. То есть в конце 100 дней посмотрим, как у нас изменится состояние растений. Итак, из минусов этой упаковки, вот эта вот капельная система. Несмотря на то, что написано, что 15 капель это миллилитр, все мы знаем, что капли бывают разного размера в зависимости от отверстия, в зависимости от других условий. То есть это, на мой взгляд, не особо удобно. Плюсом ко всему, упаковка является супер-мега жесткой. И так просто эту жижу не выдавить. Но в другом случае упаковка является жесткой, и это хорошо при транспортировке. То есть она не промнется. Микроудобрения тоже вот такая вот у нас капельная система. Опять нужно перелить все это дело для того, чтобы посмотреть, что находится внутри. Сама жижа представляет собой нечто болотного цвета, я бы так сказал. То есть это и не зеленый цвет, и не коричневый цвет. Также хочу сказать, что удобрения эти я буду вносить каждый день, потому что мне недавно подписчик присылал автодозатор удобрений. Как я его дособрал, я вам тоже сегодня покажу, чтобы вопросы все отпали. И по поводу освещения еще бы хотел сказать, потому что сегодня я вам не покажу освещение, потому что снимаю я все на съемочном столе. Эти аквариумы я сегодня запустил, запущу, ну то есть когда я снимал, потому что я снимаю, монтирую в разные дни, так получается. По освещению здесь будут обычные светодиодные лампы, скорее всего 4000 кельвинов. То есть эти аквариумы будут стоять на одной полке при одинаковых условиях. И давайте посмотрим, что у нас из себя представляют самомесы. Микроудобрения мы на канале делали, мне нравится. Получается стоимость одного миллилитра 3 копейки, друзья. 3 копейки 1 миллилитр стоит. Нужно вносить 1,7 миллилитра на 100 литров воды ежедневно. Макро стоит тоже примерно 3 копейки. И нужно вносить его немножко больше. 2,5 миллилитра на 100 литров воды ежедневно. Ну и естественно дозы эти можно корректировать. Можно больше, можно меньше воды добавлять. И именно так я и поступлю. Почему? Потому что я буду заправлять автодозатор удобрений. Мне там нужно будет четко подавать количество каждый день. Сейчас я вам демонстрирую, что все удобрения имеют актуальные сроки годности. Для того, чтобы не было каких-то вопросов потом, что мол у тебя удобрение вышло уже по срокам, оно испортилось. Его кто-то там выпил, сожрал. Нет, все нормально, все свежее. То есть все по срокам вы сейчас прекрасно видите. Двигаемся дальше. У нас есть автодозатор удобрений, который мне прислал подписчик. И он просто неимоверно выручил нас. Почему? Потому что у нас четко каждый день в одно время будут подаваться удобрения. Единственное, что нужно этот автодозатор немножко дособрать. То есть мы подключаем сюда питание. Это 220 вольт. Вот обычная самая вилка. Сам разъем я снял с какой-то старой микроволновки. Он у меня валялся. То есть втыкаем его в сеть. И видим, что у нас вся наша система начинает работать. То есть начинает туда-кать и сюда-кать. Да, да, да. Это нам и нужно. Здесь двигатель стоит, который делает 5, ровно 5 оборотов в минуту. То есть нам нужно рассчитать все таким образом, чтобы за минуту у нас, то есть за 5 вот этих вот прокачек, у нас дневная доза в аквариум заливалась. Почему за минуту? Потому что таймер у меня может минимально минуту поставить. Я действительно засек и действительно ровно 5 прокачек получается за минуту. В чем плюсы этого автодозатора? Его можно регулировать для того, чтобы на каждый из 4 каналов, здесь 4 канала получается, выставить свой объем подаваемой жидкости. Для этого крутим просто вот здесь гайки на конце. Ну сейчас я подкрутил. Давайте посмотрим, как все это дело работает. То есть в принципе, в принципе, здесь очень точно можно осуществлять подачу удобрений. Но в чем минус? Минус в том, что у меня аквариумы в среднем по 18 литров и некоторых удобрений, ну вы видели, нужно добавлять 1 миллилитр на 100 литров воды. То есть я рассчитал, я разбодяжил эти удобрения осмосом для того, чтобы за 5 прокачек у меня дневная доза в аквариум заливалась. Как я все это дело считал, как я все это дело заливал, я вам демонстрировать не буду. Если такой вопрос у вас возникнет, напишите об этом в комментариях. Я сниму по этому поводу отдельный видеоролик. Также хочу сказать, что есть движки с меньшим количеством оборотов. И также хочу сказать, что есть таймеры секундные. То есть вы можете, в принципе, секундный таймер здесь купить, поставить, но он, как правило, встречается редко, стоит дороже. И рассчитать так, чтобы у вас одна прокачка всего была в день. Еще из плюсов это возможность подачи удобрений в любое, в принципе, время. Я думаю еще, что мы эксперимент с вами снимем, в котором посмотрим, как влияет время подачи удобрений на качество и количество растений. Ну а сейчас я вам демонстрирую, как все-таки этот автодозатор работает. Да, нужно еще сюда возыметь пару обратных клапанов на один канал. То есть всего на всю установку нужно 8 таких клапанов. И несколько метров силиконового шланга. Здесь я видео ускорил в несколько раз. Подключил без таймера для того, чтобы мне вот этот весь пустой шланг прокачать. И для того, чтобы показать вам, как все это дело работает. То есть да, ничего в принципе сложного, ничего сверхъестественного. Все точно как часы. Для удобства использования я буду брать обычные пластиковые бутылки. Желательно с широким горлышком, чтобы заливать все было более удобным образом. И мы просто сюда потом удобрения зальем. Вставим туда шлангу по самое не хочу. И вот таких 4 бутылки будет стоять и обслуживать 4 аквариума. А теперь по поводу микса удобрений я бы так сказал. То, что уже идет в одном флаконе микро плюс макро, мы так и будем подавать. То, что идет в разных флаконах, я скорее всего забодяжу воедино. И у нас получится такая единая жижа и микро и макро. Ну а в дальнейшем посмотрим, как все это дело будет развиваться. На этом все. Всем пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok